По миллиону тенге выделит Акиматман Гоставской области семьям погибших военнослужащих при крушении вертолета Ми-8. Военный борт вылетел из Актау вчера утром и разбился в Казалардинской области вечером. 12 человек из 13 погибших были военнослужащими авиационной базы военной части номер 30-153 города Актау. 33-летний майор Роман Костыгов управлял разбившимся вертолетом. Его друг и сослуживец Юнус Мухуддинов рассказывает, военный летчик 2-го класса имел стаж более 1000 часов в небе и считался асом. Они дружили больше 10 лет, еще с курсантских времен. Роман Костыгов не дожил до своего 34-го дня рождения всего месяц. О трагедии я узнал. Позвонил мне командир и сообщил. Он всегда стремился быть лучшим. Он поставил на крыло не одно поколение. Научил летать молодых. Поставил уже много за собой инструкторов. Он был профессионалом своего дела. Он был достойным человеком, добрым, отзывчивым. Никогда не бросал в беде ни одного. Мы его запомним как достойного защитника у нашей Родины. У погибшего летчика остались жена и 11-летний сын Богдан. Сегодня Аким Ангостаусской области посетил его семью и выразил соболезнования. Всем семьям погибшим будет оказана материальная помощь в размере миллиона тенге. Они погибли, выполняя служебный долг. Поэтому стороны местных исполнительных органов в плане и организационных вопросов будут оказаны все необходимые помощи. Кроме этого мы сейчас связываемся со всеми регионами, Акиматами, которые тоже будут встречать и будут на местах оказаны все необходимые помощи. Упавший вертолет принадлежал авиационной части 30153 Актауского гарнизона. Она была образована в 2011 году для охраны воздушных рубежей Западного Казахстана. По информации Министерства обороны страны, разбившийся вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов. Перелет из Актау Шенген проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений АЛТНЖБ. Вертолеты у нас все прошли капитальный ремонт, в том числе тот, который потерпел крушение. В 2014 году прошел капитальный ремонт. На авиационном ремонтном заводе претензий к вертолету не было. Постоянно принимал участие на плановых полетах. В нарекании к авиационной технике не было. У нас, как говорится, все может быть. Поэтому какие-либо версии исключать не будем. Пока не будет полностью расшифрован материал объективного контроля. Погибшие военнослужащие, проходившие службу в Актау, были уроженцами Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Алматинской областей. Двое из них были холостыми, у остальных остались жены и дети. Самому младшему погибшему было всего 23 года. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Мангастауская область, Хабар, 24.